Всем привет! Меня зовут Лара. Добро пожаловать на канал Лара Аракул. Я вас в сегодняшнем видео, что вам нужно знать сегодня о сложившейся ситуации. Это часть третья, так сказать, третья серия. Мы посмотрим. Вначале мы посмотрим на синификацию вашей ситуации. Если это ваша ситуация, можете смотреть дальше. Если нет, пожалуйста, посмотрите предыдущее видео. Такой же темы, с такой же темой. Итак, синификация вашей ситуации. И здесь мы видим человека, который, скорее всего, что-то потерял. Человек сейчас очень тяжело работает. Работает, знаете, так не покладая рук. Работает, работает, а никак не может выбраться из, ну, не то чтобы нищеты. Я не хочу делать таких громких заявлений, но, скажем так, ваши финансы оставляют желать лучшего. Причем вы оказались в этой ситуации не по своей вине. Возможно, у вас что-то отобрали, что-то украли, что-то вы потеряли. И вы сейчас находитесь в ограничениях. Также карты говорят, вот, отношения. Возможно, у вас есть обязательства перед каким-то человеком. Да, у вас есть обязательства. Либо вот, вы знаете, вы чувствуете такие обязательства перед семьей. Так бывает, что, да? Вот кто, если не я, то кто же. Вот здесь нам показан такой человек. Очень такой, вот он такой работает, не покладая рук. И потому что так складываются обстоятельства. И причем здесь, ну, вот вы находитесь в отношениях. Что же стало причиной этого? Причиной стало некое сообщение, которое очень вас, очень вас, как скажем, вы очень были, знаете, по таким причинам в таком шоке. Вроде как все и удачно, все складывалось, и удача вам улыбалась, и все. Но, как вы знаете, все очень-очень случилось, все неожиданно для вас. Это стало для вас таким, ну, не то чтобы ударом, но вы это приняли. Вы приняли этот, ну, я не могу сказать, этот удар судьбы. Вы это приняли. Вроде как и удача вам улыбалась, все. Ну, как будто что-то отняло у вас эту удачу, понимаете? Вот что-то такое, как будто что-то украли у вас. Украли, знаете, бывает даже так, что крадут удачу, бывает и такое. Вы сейчас вот в раздумьях, как выйти из этой ситуации, как с этим справиться. Чего вы не замечаете в этой ситуации? Здесь карты говорят о, опять-таки, карты говорят, что вас поддерживает ваша семья. Здесь карта коммуна. Вас поддерживает ваша семья, ваши отношения. Вот вы очень, знаете, держитесь друг за друга и пытаетесь выстоять вместе. То есть вы знаете, как будто вот, как эта карта показывает, что даже если вы находитесь в ограничениях, у вас сейчас очень тяжелое финансовое положение, но вы стараетесь поддерживать друг друга, знаете, как бы подбадривать, что вот, что бы ни случилось, мы же вместе, но все будет хорошо. Вот, знаете, как будто в какой-то момент отвернулась от вас удача, как будто вот вы получили сообщение о том, что у вас либо что-то украли, либо что-то, и здесь идет речь, либо хотя, знаете, это так бывает, что вот подарили, а потом решили забрать назад. Может быть и такое, такие люди тоже так иногда поступают. Но вы, знаете, карты говорят, что сейчас, да, и момент, возможно, вы этого не замечаете, вы думаете, как же исправить эту ситуацию, как с этим срается, вам приходится тяжело работать. Вы знаете, ну даже, даже, не смотря на то, что вы пытаетесь, ну вот, пытаетесь работать, а вам приходится тяжело работать, но ситуация не меняется, и вы, вот ничего, вот потери за потерями происходят в вашей жизни. И тут еще, знаете, как говорится, где тонко, там и рвется, и еще какой-то человек пытается вас что-то отобрать. Вот, ну вы, у вас в вашей жизни есть человек, это человек новый, вы находитесь с ним сейчас в отношениях, вы находитесь, вы вырываете под одной крышей в одном доме, человек, скорее всего, издалека. То есть этот человек вам послан как поддержка, как, знаете, как дар свыше, чтобы вас как-то поддержать, чтобы вы продержались на плаву, пока не придет помощь вам. Вот, вот как-то так, это так, очень интересная, конечно, здесь ситуация. Давайте посмотрим, к чему все идет. Ну, скорее всего, либо вы уже в браке с этим человеком, либо вот-вот скоро вступите в этот брак. Но это тоже, вы в ожидании, конечно, вы в ожидании того, что вот эти отношения новые, которые у вас уже зародились, либо зародятся очень-очень скоро, человек, это издалека появится в вашей жизни. Но вы все равно как-то, вы как-то все-таки переживаете, вы ожидаете, вы ожидаете, что ситуация с финансами улучшится, изменится, и вы в данный момент, вы даже не знаете, как это может произойти, но вы ожидаете этих unexpected income, это как неожиданный приток денег. То есть вы не знаете даже откуда, но вы верите в то, что ситуация исправится, все наладится, все изменится, и вот с появлением этого человека в вашей жизни, ваша жизнь заиграет новыми красками, и все опять наладится. Это как будто, знаете, вам как будто не хватало одного компонента для удачи, и вот вы, этот человек, с появлением этого человека в вашу жизнь, вы, наконец, удача снова вам улыбнется. Давайте еще спросим, к чему же все-таки идет? К чему же все-таки идет? Знаете, смотрите, идет к тому, что все-таки все в жизни заканчивается, и плохое, и хорошее все в жизни заканчивается. Вообще в жизни были разные, конечно, периоды. Были периоды, когда удача вам увыбалась, и прям фортуна, вот видите, как на вас была таким золотым дождем, удача лилась на вас. Но все в жизни заканчивается, и теперь в вашей жизни наступил такой сложный период, когда приходится потуже затянуть поясок, и как-то быть в ограничениях. Но не всегда же так, да? Не все коту маскинется, как говорится. К чему все идет? Вы также останетесь в этих отношениях, в этих отношениях у вас будут очень хорошие, крепкие отношения с вашим партнером. Мы будем ослаждаться этой семейной жизнью, семейной идиллией. Но здесь также карты говорят, что у вас есть, возможно, какие-то долги, которые вам нужно погасить, какие-то ситуации, которые нужно закрыть. В частности, карты говорят, возможно, у кого-то есть незакрытое судебное разбирательство. Пожалуйста, вы с этим должны разобраться. И карты говорят, что у вас есть какое-то хобби. Продолжайте, пожалуйста, заниматься этим хобби. И не стоит так сильно убиваться, переживать. Все, пусть все идет своим чередом, и все наладится. Видите, вы идете к своему светлому будущему. Вы очень благородный, рядом с вами очень благородный мужчина. Вот этот мужчина, который в вашей жизни, с которым вы находитесь, возможно, сейчас брать. Или это уже вот-вот, либо вы его встретите. Это человек издалека. Так что переживать вам особо здесь, да, бывают в жизни сложные моменты, сложные периоды. Но на то оно, знаете, жизнь, все познается в сравнении. Мы никогда не узнаем, допустим, возможно, вы не думали о том, что раньше, вот как было хорошо, пока сейчас, вот вы сейчас, когда, ну, скажем так, не очень хорошо, сейчас вы уже, наконец, можете понять, что вот да, действительно, раньше было лучше, потому что когда не было хорошего, мы не знаем, что такое плохое. И наоборот, когда мы не познали плохое, мы не знаем, что такое хорошее. То есть, все в жизни относительно. Давайте вам советствуем, что вам нужно делать сейчас. Знаете, вам нужно закрыть какую-то ситуацию в вашей жизни. Вы вскоре получите повестку, письмо. Здесь карта нам сказали, показали какое-то некое судебное разбирательство. И вы получите либо повестку, либо приглашение в суд, либо вот вам нужно закрыть этот вопрос в вашей жизни. И только вы в силах это сделать. Возможно, вам сейчас немножко не здоровится, карта говорит, вот этот период, период ограничения в вашей жизни, я дан вам для того, чтобы восстановить свои силы. Вы не можете распылять свою энергию одновременно в нескольких направлениях. То есть сначала нужно закрыть какой-то вопрос, а потом уже переходить к следующим. Потому что когда вы одновременно пытаетесь решить несколько вопросов, вы просто распыляете свою энергию, и в итоге ничего не решается, либо движет продвигаться очень-очень медленно. Но, да, ситуация меняется. Также, как-то говорят, ситуация меняется, просто не распространяйтесь никому о своих планах, о своих желаниях. И люди очень, знаете, иногда они завистливы, и просто с завистью могут разрушить ваши планы. Вот такая вот ситуация у вас. Все закончится, все будет хорошо. Просто вам нужно закрыть какую-то страницу в вашей жизни. Попытайтесь разобраться, что вас тянет назад, что не дает вам двигаться. То есть, знаете, как на воздушном шаре. Вы не можете взлететь, потому что какой-то тяжесть какого-то груза, какого-то балласта не дает вам взлететь, наполнить паруса на полную. И когда вы избавитесь от этого груза, гнетущего вас, тянущего вас вниз, вы, наконец, освободитесь от этого. И смотрите, и вы будете вот такой блистательной особой привилегированной, особой. А пока просто отдыхайте, занимайтесь любимым хобби и ожидайте изменений в вашей жизни. Неожиданное богатство. Дорогие, с чем я вас и поздравляю. То есть, за дождем всегда восходит солнышко. И так и в вас, в вашей жизни. после потерь, неудач, разочарований всегда приходит светлый период жизни, чего я вам и желаю. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось видео, пишите, пожалуйста, комментарии и подписывайтесь на мой канал. А на этом я прощаюсь. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok